Фестиваль Манны 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 вопрос, иначе она сведет его с ума. В этом месте Священного Писания Иисус говорит о том, как приближаться к Богу, о том, как Бог слышит и отвечает на молитву. Написано, что Бог ответит, даже если и замедлит. В этом есть духовный смысл. Иногда нам нужно быть терпеливыми. Даже когда нам кажется, что терпения уже нет, что прошло так много времени, помните, что Бог все тот же, и он ответит. Дальше в восьмом стихе Лука продолжает. Он пишет следующее. «Но сын человеческий придя, найдет ли веру на земле?» Что значат эти слова? Похоже, Иисус говорит, что к моменту его возвращения на земле будет недостаток веры. У людей не будет должной веры. Когда дело доходит до молитвы, возможно, три ответа. «Да», «Нет» и «Позже». Давайте вместе повторим «Да», «Нет» и «Позже». Что же я имею в виду? Смотрите. Вы молитесь, и Бог отвечает на это «Да». Тогда вы чувствуете в духе открытый путь и двигаетесь. Или вы молитесь, и Бог отвечает вам «Нет». В таком случае вы чувствуете предупреждение в духе, что-то не так. Нельзя сейчас идти в том направлении. И другой ответ может быть с таким «Позже». «Это значит, хорошо, мы сделаем это, но сейчас неподходящее время». Примером для этого может стать момент, когда Мириам, сестра Моисея, сказала то, что не следовало говорить, за что покрылась проказой. Когда Моисея молил Бога о мгновенном исцелении, на что Бог ответил таким простым словом «Нет». По закону, если бы она плюнула в лицо отцу, она была бы наказана на семь дней, и у нее будет проказа семь дней, а потом она будет исцелена. Очевидно, что Бог собирался ответить на молитву Моисея и исцелить его сестру, но должно было пройти определенное время, чтобы она получила свое наказание, чтобы она извлекла урок из случившегося. Я покажу вам, что в Писании есть несколько примеров, в которых можно найти причины, почему Бог ставит вас на паузу, «Почему кажется, что Бог медлит». В книге Бытия, в пятой главе, мы читаем про Ноя, который станет строителем ковчегов. У него было три сына, которые родились, когда Ною было 500 лет. Они помогали ему строить ковчег 100 лет. Строительство было закончено, когда Ною было 600 лет. Об этом мы читаем в Бытии, седьмой главе, 11 стихе. Когда ковчег был готов, все зашли внутрь, логично было бы ожидать, что нужно сразу закрыть двери. Но Бог сказал, «Через семь дней произведу дождь на землю». Это Бытия, седьмая глава, четвертый стих. Почему Бог отложил начало потопа на семь дней? Я годами изучал этот вопрос. В чем вообще причина? Бог держал дверь открытой, чтобы больше людей могло войти и спастись. Может быть так, но нет. Люди насмехались над Ноем. Никто, кроме него и его семьи, не верил, что придет потоп. Дверь оставалась открытой, и была задержка в суде над миром в течение семи дней из-за Мафусаила. Мафусаил был прапрадедушкой Ноя. Его имя означало, «Когда он умрет, все начнется». То есть его смерть должна была ознаменовать начало потопа. «И вот он умирает». Ковчег готов. Животное внутри. Но Бог говорит, «Мы почтим Мафусаила». Нельзя было позволить, чтобы его тело осталось плавать с трупами, которых скоро будет много. Семья похоронила его и оплакивала его семь дней. Затем все вошли в ковчег, закрыли дверь, и начался потоп. Я хочу сказать, суд не пришел сразу после смерти Мафусаила. Он пришел через семь дней. У этого была цель. Была оправданная задержка на его похороны и оплакивание. Я дам вам еще два подобных примера. Пожалуйста, следите за моей мыслью. Мы переносимся во времена, теперь уже Авраама. Это все еще книга бытия. Аврааму 75 лет. Он находится в уре халдейском. Бог обещал ему, что произведет от него народ. Для этого нужно было иметь хотя бы одного сына. Бог вывел Авраама из ура халдейского и привел в землю, где жили халдии. Сейчас мы ее зовем обетованная земля. Его жена Сара пошла с ним. Возможно, все последующие годы они пытались, но она так и не забеременела. 11 лет спустя, Аврааму уже 86 лет. И Бог все так же говорит, что у него будет сын. И Авраам подумал, может это совершиться через другую женщину. С разрешения Сары он выбирает ее служанку Агарь стать матерью его сына. Агарь рождает сына Измаила. Потом Бог ждет еще несколько лет. Аврааму уже 99 лет. И тогда Бог говорит, что теперь у него будет сын. Аврааму 100 лет, а Саре 90. И у них рождается обещанный сын, которого они назвали Исааком. И у меня возникает вопрос. Почему Бог не дал Аврааму сына, когда тому было 75 лет? Ведь тогда вся эта история с Агарью и Измаилом не произошла бы. И может быть, на Среднем Востоке было бы больше мира и меньше войны. Ответ на этот вопрос следующий. В Бутии, 18 главе, 11 стихе, Библия говорит, что обыкновенная у женщин, у Сарры, прекратилась. В возрасте 89 лет она достигла того состояния, когда она уже не могла родить естественным образом. Это должно было быть чудом. Это было совершенным чудом всемогущего Бога. И на ребенка смотрели, как на чудо. А вот в чем причина, почему все так и произошло. Позвольте я приведу вам еще один пример. Иосиф, он видел два сна. В первом сне снопы, связанные его братьями, поклонились снопу Иосифа. Во втором сне ему поклонились уже созвездия на небе. Его отец Иаков понял этот сон так, как будто вся семья должна будет поклониться Иосифу. Но тут есть одна проблема. Мать Иосифа к тому времени уже умерла. Если солнце в его сне, это отец, мать, луна, а братья, созвездия, то как может мать поклониться ему, если она уже мертва? Возможно, отец не совсем понял сон своего сына. Итак, Иосифа бросили в яму, продали в рабство, он стал слугой в доме Патифара, его жена клевещет на него, он попадает в тюрьму на 13 лет. Что за жизнь? Все самое плохое, что могло произойти, происходит с Иосифом. Давайте представим, вы о чем-то мечтаете, говорите об этом с Богом, но ничего не происходит годами, просто ноль какой-то. Почему же так? Ответ — правильное время от Господа. Бог знал, что будет голод, что он будет длиться 7 лет. Тогда все израильтяне, а то время это был Иаков, его сыновья и их дети, умерли бы от голода, и все Божьи обетования погибли бы с ними. А если бы Иосиф не перевел всю семью в Египет и спас их, таким образом исполнилось пророчество, данное Аврааму в Бытии 15 главе. То есть Иосиф должен был быть в Египте в то время, он должен был уметь разгадывать сны и сохранить свою семью. Все сошлось именно так и тогда, когда это задумал Бог. Хорошо, 80-й Псалом, посмотрим 6-й стих. Он установил это в свидетельство для Иосифа. Теперь у нас 104-й Псалом, 18-й и 19-й стихи. «Стеснили оковами ноги его, доколе исполнилось слово его». Я хочу рассказать вам пару историй в качестве иллюстраций. Это гораздо интереснее, чем просто теория. Несколько лет назад я хотел купить землю. Я нашел чудесное место, 480 акров земли, дом, несколько озер, и когда дело дошло до сделки, возникли сложности, и мы отказались от этого варианта. В то время я работал над строительством двух общежитий и хотел еще построить базу отдыха для молодежи. В ноябре месяце Бог проговорил ко мне и сказал, «Прекрати все, что ты делаешь. Нужно подождать. Что-то случится». Я не понял, что это означает, но послушался. Я сказал строителям прекратить работу. Я буквально поставил все на паузу. А в апреле пришел ковид, и все изменилось. Если бы не мои действия в послушании Богу, нам пришлось бы платить миллионы долларов за здание и собственность. Хотя намерения мои были благими, время было неподходящее. А вот вторая история про правильное время. Лет 10 мы искали землю под молодежное служение. Мы хотели построить базу, где можно проводить молодежные лагеря. Мы нашли отличное место, но опоздали. Уже был заключен договор о продаже с другими людьми. Владельцы всегда думали, что эта ферма отлично нам подошла бы, под какое-нибудь служение для молодежи. Можно было устраивать детские лагеря и катание на лошадях, но мы просто приехали слишком поздно. Мы стали молиться. Еще раз приехали посмотреть место. Жена хозяина, которая была христианкой, сказала, что возможно, поспешила выкладывать ферму на продажу. Их просто завалили звонками со всей страны. Сейчас становится очень популярно переезжать из больших городов в сельскую местность. Уже сложно найти свободные дома. Все раскупают. Было много желающих купить ту землю и ферму. Мы продолжили молиться, и в полночь того дня покупатели расторгли контракт. Мы считаем, что это было чудо. Они были настроены серьезно, все договоренности достигнуты, и вдруг они отказались. Когда владелец позвонил нам и сказал, что мы можем купить его землю для своего служения, мы были в шоке, потому что мы до этого безуспешно искали такое место около 10 лет. Должно было прийти нужное время. Возможно, сейчас среди вас есть люди, у которых есть видение в духе, есть планы. Вы двигаетесь вперед, но каждый раз по каким-то причинам случается застой. Ничего не получается. Так вот, послушайте меня внимательно. 36-й псалом, 23-й стих говорит, «Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Если ваше дело никак не двигается, то отступитесь. Сейчас не время. Вот еще один пример. Меня часто приглашали проповедовать в разные замечательные церкви. Я хотел поехать, но чувствовал, что сейчас не время. Я откладывал поездки. Иногда проходило пара лет, и однажды утром я просто просыпался и понимал, что вот сейчас нам нужно ехать в ту церковь. И потом, позже, мы узнавали, что в то время, два года назад, когда мы собирались ехать сюда, церковь проходила неспокойные времена. Происходил раскол, и наш приезд был бы не к месту. Но сейчас они преодолели все трудности, возросли и переживают чудесное движение Святого Духа, которое касается многих людей. Слушайте Бога, когда планируете что-то. Ну, или вот еще был такой случай. Бог сказал мне, «Построй мне дом для собрания поколений». Мы стали искать подходящее здание. Я подключил всех своих знакомых. Мы искали по всему городу. А потом вдруг нашелся человек, предложивший нам здание прямо рядом с нашим офисом. Мы купили его и построили там международный центр Омега. И он стал местом, где собираются и сотрудничают люди разных поколений, всех возрастов. Мы проводим там конференции, встречи, проповеди, снимаем передачи. Так что Бог творит чудеса. Приходит много новых людей. И мы очень благодарны за это. Но главное вот в чем. Мы построили этот центр в правильном месте. Если бы мы построили далеко от нашего офиса, нам пришлось бы ездить туда каждый раз, когда мы хотели что-нибудь сделать. Очень важно ждать правильного времени от Бога. В Библии мы находим следующее предупреждение. Это второзаконие, первая глава, 27-й стих. Не допускайте ропота. Это очень опасно. Это не угодно Богу. Израиль ходил кругами по пустыне 40 лет из-за своего ропота. Первая книга царств, 17-я глава. Израиль был неверен Богу. Из-за этого они не могли противостоять Голиафу и Филистимленам. Опасайтесь неверности. Евангелие от Матфея, 13-я глава, 58-й стих. Иисус не совершил там многих чудес по неверию их. Будьте внимательны. Не впадайте в неверие. Итак, для нас опасны ропот, неверность и неверие. Доверяйте Богу. Когда кажется, что вы никак не можете двигаться вперед, не двигайтесь. Бог сделает все в правильное время и в правильном месте. Не пытайтесь прорваться любой ценой. Конечно, если у вас уже есть бизнес, нужно бороться за него, за свою семью. Но если вам предстоит большое решение и дело никак не двигается, отступитесь и доверьтесь Богу. Он знает все. Это урок, который я выучил на практике и хочу поделиться с вами. Ну, а теперь посмотрите наше уникальное предложение. 8 часов учения, 4 DVD-диска. Многие темы вы никогда раньше и не слышали. Все это собрано вместе впервые за историю нашего служения. Оставайтесь с нами, мы скоро к вам вернемся. Доступны уже сейчас серия новейших проповедей на DVD «Антихрист, его конфедерация и последняя, восьмая мировая империя». 8 часов совершенно новых изучений и откровений ждут вас. Мы детально рассмотрим, какой будет империя, которая в будущем захватит весь мир. В этом изучении будет раскрыта последняя тайна Антихриста. Пастор Перри расскажет о корнях теории об Антихристе в Писании, о том, что пророки, Христос и апостолы говорили по этой теме, а также об учениях ранних отцов церкви и об исторических личностях, которых принимали за Антихриста. Вы узнаете основное пророчество о царстве Антихриста и его десяти царях, о роли ислама в будущей восьмой империи. Будет раскрыто место, откуда произойдет Антихрист, где он будет править и что будет делать. Мы детально рассмотрим, что такое знак зверя и как он установит контроль над мировой экономикой. Также вам станут доступны многие пророчества, которые раньше редко упоминались. Это изучение ответит на многие ваши вопросы. Оно включает в себя изучение слова, исторических фактов и пророчества из Нового и Ветхого Заветов. На этих четырех DVD-дисках записано около восьми часов изучения с многочисленными наглядными материалами. Набор из четырех DVD-дисков можно приобрести за пожертвование от 65 долларов. Чтобы сделать заказ, посетите наш сайт или позвоните по телефону на экране. А также вы можете написать нам по адресу, который сейчас вы видите на своих экранах. В наше время, когда мы видим исполнение библейских пророчеств о последних днях, эти проповеди актуальны как никогда. Вы можете поделиться этой информацией со своими близкими. У меня нет слов, чтобы подчеркнуть важность этого комплекта. У меня ушел месяц на исследование темы. Если быть точным, у меня ушли годы на изучение темы и месяц на монтаж. Проект похож на документальный фильм. И вы получите ответы на вопросы. Сегодня мы слышим много противоречивых мнений. Закажите комплект. Используйте шанс и закажите диски для вас и для семьи. Для семейного изучения Писания. Один из служителей сказал, «Я верю, что Антихрист уже действует». Я тоже в это верю. Тем не менее, я не пытаюсь со стопроцентной уверенностью утверждать, что это так, но я верю, что мы с вами живем в последние дни. В любом случае, уделите время и сделайте заказ. К несчастью, эпидемия ковида изменила график поезда к нашего служения. Я написал четыре книги. Мы до сих пор трудимся над особым проектом, не покладая рук. Эти книги будут напечатаны примерно через несколько недель. Мы собираемся напечатать новую пророческую книгу об апокалиптической перезагрузке в Соединенных Штатах Америки. Почему я люблю книги? Вы получаете учение из точки, куда вы не можете приехать. У некоторых из наших пожилых телезрителей нет электронных устройств, но они читают печатные книги. Читайте книги, и вы узнаете много полезного. Знания отличаются от информации. Они изменяют жизнь. Итак, в будущем мы представим вам эти книги. Спасибо тем, кто приедет на пророческий саммит в июне. Места заняты, но не все. Сотрудники служения внесут ваше имя в список ожиданий. Также продолжается регистрация на летний фестиваль «Воин», где будет много молодежи. Юноши и девушки, приезжайте на это большое событие, которое пройдет с 9 по 11 июля. Регистрации еще продолжаются. В начале лета мы откроем регистрацию служений в нашем лагере. Туда приедут Томми Бейтс, Дженсон Франклин и Джон Килл Патрик. В октябре будет много мероприятий. Если вы не знакомы с расписанием поездок, то, пожалуйста, зайдите на наш сайт. Иногда я бронирую место, куда я приезжаю уже через неделю или через две. Вы не узнаете это по тебе. Итак, я приеду в Аляску в июне месяце. Далее мы вернемся в Техас. Потом мы приедем в Луисвилл, в Кентукки. Мы приедем в Западную Вирджинию. Мы не назначили дату, но скоро мы сделаем это. Мы вернемся во многие города. Друзья, мы увидимся с вами на этих конференциях, поэтому, пожалуйста, следите за нашим расписанием. Перри Стоун приглашает вас на Международный пророческий саммит. С 24 по 27 июня в здании Центра Омега в Кливленде, штат Теннесси. Билл Клауд, Джоэл Ричардсон, Марк Билдс, Перри Стоун. Количество мест ограничено. Регистрируйтесь сегодня. Больше информации на нашем сайте peristone.org. Не упустите возможность стать участником самого важного служения 2021 года. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...